Я буду говорить вообще о молитве. Я могу ходить? Да, может, обходить. Подходить. То есть, подходить, обнимать. Отлично. Молитва, какая она может быть, а может быть, должна быть даже. Вот. Потому что на протяжении многих лет я много думал вообще о молитве. И постоянно меня мучает вопрос, а вообще моя молитва, она как? Эффективная, близкая, какая она вообще? И знаете, часто, вот даже до сих пор, мне бывает сложно молиться. Потому что я молюсь и отвлекаюсь на что-то. Я молюсь и начинаю, знаете, вылетать какие-то свои фантазии, мысли, мечты. То есть, и я с этим постоянно сталкиваюсь, и я борюсь с этим. Потому что было бы странно, если бы я сейчас начал с вами общаться, а потом я занял телефон, и я ушел куда-то в другую комнату. То есть, это было бы не окей, да? Вот. И я долго мерился, знаете, с какой-то своей молитвой, которой как будто не было настолько много веры, как бы я хотел. И мне хотелось узнать Бога ближе, поделиться Ему о том, что у меня на самом деле на сердце. И когда-то я прочитал, знаете, такой диалог, звучало так. Там всего лишь два персонажа, три реплики, все очень просто. Звучит так. «Послушай, ты веришь, что Бог все еще творит чудеса?» Ему отвечаю. «Конечно верить. Тогда это хорошо, потому что у тебя очень ущербные молитвы». И я задумался, что это похоже на то, как у меня бывает. И не в том, что я не верю в свои молитвы или я не молюсь, а не все равно у меня я молюсь, стараюсь каждый день молиться, и чаще, чем раз в день, да? Но я почувствовал, что вот этот диалог, он показывает, на самом деле, какая жизнь у меня в молитве. Что я как будто постепенно качусь ко дну. И мне казалось, что мои молитвы, на самом деле, как будто чуть жалуют. Я сейчас вам чуть больше расскажу, что это вообще значит, и как я подходил. Вот, потому что я сделал этотрок, ну, на самом деле, для тех, кто чувствует, что он чуть застрял в какой-то молитвенном круге. Как будто происходит одно и то же каждый день в вашей молитве. И повторяются какие-то супер предсказуемые, безопасные молитвы, в которых мы как бы ничего нового не находим. Да, и изучая Библию, я просто понял, что вот такие молитвы, когда ты просто молишься, говоришь о своем дне, они как будто не отражают, на самом деле, молитву, которая была в Библии. Знаете, из-за того, что меня снимают, я как будто прикован к одному месту. Ну, ладно, я чувствую себя легче. В общем, я видел просто, что в Библии чаще всего люди, они кричали, они плакали Богу. То есть их разговор с Богом не выглядело так, что мы просто молимся за еду. В принципе, это неплохо молиться за еду, да? Плохо. То есть, спасибо Богу, что у меня есть картошка при, и что у нас теперь Биб Хилл. То есть, я очень благодарен, как бы, но... Чаще всего, что я вижу в молитве, это какие-то честные молитвы, отчаянные, где люди кричали, где люди плашали. И я не считаю, что плохо молиться за еду, или плохо перед Богом за эту еду, но как будто чуть-чуть хочется большего, чем просто вот эта молитва о Биб Хилл. И, возможно, вы поймете, о чем я говорю, потому что я долго с этим ровался. Я крестился, когда мне было 16, и я понимаю, что это длилось многие годы в моей жизни, и до сих пор я боюсь этого. И проблема в том, что я не верю, что молитва действует, или молитва это что-то важное, но просто я как будто боялся чего-то. То есть я боялся спросить Бога о чем-то большем, чем «Падрошка 3». Я буду много об этом говорить сегодня, о «Падрошке 3», так что подсчитывайте меня. Я бы сегодня кушал в вкусные точки, поэтому... Вот. И когда прочитал этот диалог, то есть меня это заставило задуматься вообще, изменить что-то. Потому что мы не созданы для того, чтобы просто жить вот так скучно, неинтересно, и однообладно. Но Бог чему-то больше нас призывает. Он в разговорах с Ним. Когда мы ищем общение с Богом, то есть это на самом деле же мы не ищем просто какого-то обычного, как сказать, повседневного, скучного общения. Мы ищем чего-то большего. Потому что если мы молимся каждый день одно и то же, это превращается уже не в молитву, а в какую-то мантру, которую мы просто повторяем изо дня в день. И от этого как будто ничего не меняется. Было бы скучно, если бы я приходил каждую неделю в Памы и рассказывал одно и то же то. Это может работать один раз, два, три, но чем больше, тем будет ужаснее. Потому что вы скажете, надо что-то новое. И с Богом так же. На самом деле со всеми людьми так же. Нам надо научиться тоже общаться с Богом, как не кто-то где-то там и непонятно кто, но как с кем-то близким, с каким-то нашим другом, с которым мы можем поделиться и открыть свое сердце. И вот эта безопасная молитва, которую мы как бы готовы говорить, вот спокойненько, спасибо за день, благосветный день, это что-то безопасное и не опасное для нас совсем. Но Бог призывает нас к чему-то большему, к открытости какой-то. К тому, что где мы будем открывать свое сердце Ему полностью доверять, быть уязвимыми, где мы будем радостными с Ним в отношениях. И такие молитвы, когда мы будем открываться, они на самом деле будут наполнены присутствием Бога. И я понял, что в какой-то момент я готов к большему. Мне не хочется перестраховываться или жить в какой-то границе, в которых я контролирую на самом деле, а не отдаю Богу. Мне хотелось просто решиться на какие-то более смелые поступки, где будет моя вера, на самом деле, живая вера. И на самом деле, такие моменты не проходят все гладко, как бы мне хотелось. Конечно, мне бы хотелось сказать, Бог, давай, я буду менять мир, мне хочется быть в открытых и уязвимых отношениях с тобой. И это не происходит вот так. Ты не сразу ощущаешь близость или открытость, хотя ты к этому стремишься. Но это процесс. Мы приходим в близкие отношения с Богом, потому что мы должны трудиться в этих отношениях, мы должны вкладывать в эти отношения. И на самом деле, Бога не трогает какие-то наши длинные, громкие или замысловатые молитвы. Бога трогает наши простые, подлинные, искренние молитвы. И простые – это не то же самое, что безопасные. Самая большая ошибка была в том, что я боялся открыться Богу, я боялся быть открытым с Ним и говорить о том, что я на самом деле чувствую или думать. Потому что, знаете, я в какой-то момент попал в какую-то колею просто молитвенных ошибок. Потому что я был в семье, где у меня не сложилось близких отношений с отцом. Не знаю, может быть, у кого-то из вас тоже так. Потому что наши близкие отношения с родителями, они очень сильно влияют на наши отношения с Богом. Потому что это наша проекция. То, как мы построили отношения с отцом, по большей части, влияет на наши отношения с Богом. И у меня не было отношений с отцом, в которых я мог быть открытым или близким. Потому что я боялся какого-то осуждения или что я не буду достаточно хорош для отца. Он сказал, что ты молодец. Потому что я всегда ей не дотягиваю чуть-чуть. И я боялся, чтобы быть открытым. Потому что меня не слушали. Мне говорили, какими нужно быть, но не слушали, кто я есть и хочу, кем я быть. И так получилось с Богом. Мне хотелось быть для Него хорошим. Мне хотелось быть для Него хорошим. Я делал какие-то вещи, но я не открывался ему. Это очень важно вам проанализировать, как ваши отношения с Богом, как ваши отношения с отцом. Потому что это влияет на самом деле. Открыты ли вы и говорите Ему, что на самом деле у вас на сердце перед Богом. Возможно, вы сегодня молились, и вам не хотелось молиться. Вы бы сказали, скажите об этом Богу. Бог, я сейчас не хочу молиться. Мне сложно. Разделите это с Ним. Просто говорите то, что у вас есть на самом деле в сердце. Это очень важно. Я был в какой-то, знаете, зоне комфорта с Богом. Я был не супергорячим, потому что я не открывал Богу все свои молитвы. Я не был холодным. Потому что я, в принципе, молился, я же говорю, с Богом. Я был теплым. И вот эти теплые молитвы, они не приближают на самом деле нас к Богу. Они просто заставляют нас быть рядом в Его доме, но не на самом деле с Ним. Быть как слугей Его. Но они дают, чтобы Бог влиял на этот мир через нас. И влиял на нас. И это на самом деле, я понял, что молитвы, на самом деле, в своей сути, это очень опасная вещь. Во-первых, нам нужно быть открытыми, уязвимыми. Нам нужно отдать Бога работать через нас. Заставить Богу, чего ты хочешь. И дать Богу работать через нас. И на самом деле, я думал об этом, когда я читал о молитве в Христианском саду Христа. Знаю, что ждет его впереди. Иисус спрашивал у Бога о том, есть ли другой какой-то путь. Иисус вообще необычный, как бы ученик или библейский персонаж. Иисус, это Сын Бога, да, и молился он уязвимой, опасной молитвой. И в Луки 22, 42 он говорит, «То чем не моя воля, но Твоя да будет». Иисус давал Богу влиять на него. Иисус спрашивал, чего Бог хочет. Потому что он знал, чего он хочет, он открывал свое сердце Богу. И Иисус, не призывая нас делать что-то, что сам не делал, он сам через это пошел. Иисус не раз молился и показывал, как нужно молиться нам. И он призывает нас к жизни верить, а не комфортной жизни, на самом деле. И знаете, я понял, в какой-то момент, что молитва это как будто покупка лотейного билета. Все как будто думают, а вдруг сейчас повезет, типа, помолюсь за миллион долларов и повезет. У тебя вопрос? Да. А в чем заключается опасность такая молитва? Сейчас я расскажу. Вопрос отличный. У вас дают какие-то баллы? Тебе 100 баллов. Уважение. Да, шанс, чтобы жизнь, как лотейный билет, стала тут лучше, здесь и сейчас. Или для других это просто как привычка, которую мы просто делаем из раза в раз, как будто мы просто, знаете, иногда, когда я делаю какие-то дела, типа, по дому, я такой, напеваю себе песенку. И это реально превращается в то же самое. Мы просто привыкаем к чему-то. Но является ли это реально нашими отношениями с Богом? Вкладываем ли мы в это больше, чем просто какое-то наше повторение каждого дня? Влияет ли это на нас? И тогда, знаете, молитва для меня служила такая вещь, когда я чувствовал, что нужно помолиться, я молился, и она такая, ну, в принципе, день прожить не зря, типа, ну, ты молодец. И это вещи, которые могут происходить у вас в жизни. Но очень важно думать, зачем вам именно эта молитва, для чего вы молитесь и общаетесь с Богом. Ваня, я не помню, какие я дал тебе отцепки, так что я буду... Иисус не просто призывал нас, давайте почитаем, Матфея 16, 24, 25, я не знаю, давал я, понятно, или нет. Просто поделись назад. Да, отлично. Потом Иисус сказал ученикам, если кто желает быть моим последователем, пусть отвечется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной, потому что тот, кто хочет сберить свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. На самом деле, Иисус проживал жизнь очень опасно, в том плане, что Он многие правила того времени не соблюдал. Он касался прокаженных, Он общался с грешниками, являл милость многим людям и стоял смело перед лицом опасности. и Он сказал, что мы можем так же жить, что нам нужно проживать жизнь сферы, а не просто как обычная жизнь, которую мы бы хотели прожить. И это не всегда просто, потому что это вещи, когда нам тяжело будет, когда нам какие-то будут опасности, о которых мы будем думать. Но я думаю, что это первая причина, почему мы не должны остановиться на молитве за еду, но идти дальше. Знаете, когда я был в кадрском лагере, у нас была шутка, что перед едой есть три слова. Бог, еда, аминь. То есть это очень... Для нас это было самое смешное, что происходило перед едой, но на самом деле это показывает, какое у нас есть отношение с Богом. Что для нас это может быть как просто слова, благословения, которые мы думаем, еда пойдет на пользу или она будет хорошей. но это же не работает так. Мы же строим отношения с человеком. Было бы странно, если бы я сказал вам привет, Бог, пока. Ну, типа, это было бы не то, да? И я просто хочу сказать, что ваши молитвы имеют значение. Что то, как вы молитесь, это имеет значение. То, о чем вы молитесь, имеет значение. Потому что ваши молитвы могут двигаться. Ваши молитвы могут принять этот мир. И мне очень нравится, как написано в Матфея 6, 5, 8. Да. Супер. Я сейчас то, что нам дал. Когда вы молитесь, то не будьте, как лицемеры, которые любят молиться, стоят все ноги. И на углах улиц таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину. Они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невед, невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте к опыту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте, как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему стройбе. Знаете, однажды в голову мне пришла такая мысль, что я часто беспокоюсь о том, чувствую ли я, что Бог, Он со мной, чувствую ли я Его присутствие или нет. Но в какой-то момент я задумался, а чувствует ли Бог мое присутствие? Чувствует ли Бог, что я с Ним общаюсь в этом всем? открываю ли я свою душу перед Богом или нет? На самом деле, я понял, что только если я открою свое сердце перед Богом, я способен увидеть себя самого таким, какой я есть. И увидеть это не просто как я это вижу, но увидеть на свете Бога, как Он это хочет показать. и в такие моменты мы на самом деле будем видеть себя такими, никакими мы пытаемся показаться другим и пытаемся сами себе оказаться такими, какими Бог видит нас. Это очень важно задуматься, открываю ли я свой сердце и Богом. Чувствует ли Он, что я это делаю? Или мы просто повторяем одно из того каждый день? Знаете, в последнее время мне прилилась одна цитата, которую я много размышляю. Вроде бы Эйнштейн сказал. Повторяя одно и то же действие и ожидая один и тот же результат, мы на самом деле сумасшедшие. Потому что это очень странно, если мы будем делать одно и то же каждый день и ничего не будет меняться... Вроде там было слово именно безусловно. А, блин, нет, нет, я очень вам благодарен, что вы внимательно меня слышали. Это на самом деле я задумал, что это так. Потому что если мы ничего не меняем и ничто не работает, то зачем это все? Если мы каждый день с вами просто говорим Бог благослови, Бог помоги, это классно, я не против этого. Если это вам помогает, это отлично. Но если в этом всем ваша жизнь не меняется или вы не меняетесь и вы это делаете просто машинами, как правильно подвините ребят, это, наверное, безумие. Но я думаю, что надо менять что-то. Надо менять свое отношение с Богом в лучшую сторону. Сейчас, я постарался изменить его. Бог и только Бог знает, какие скрытые мотивы стоят за нашими поступками. И на самом деле наше сердце это огромный кубок всяких грехов, желаний, гордыни и много на самом деле каких-то ран, которые у нас есть, ошибок, которые мы совершали, заставляют нас притворяться, как будто мы соедини, здоровые. Но на самом деле это не так. Я понимаю, что многие из вас довольно-таки юные, не знаю, мне уже 25 и как бы я не чувствую себя прям молодым. На печь и на зрение, спина уже все. но реально я был в вашем возрасте и я думал, что со мной все отлично. Это так. То есть мы можем думать об этом. Но с самого юного возраста начинается то, что мы грешим. Как бы мы ни хотели, но мы вы грешите. Мы все грешим. И это начинает нас заставлять запутывать наше сердце в огромный кубок гордости, эгоизма. И нам очень важно в этом разбираться. Вам очень важно в этом разбираться. потому что мы знаем, что сатана не времлет. И он постоянно будет нас искушать, постоянно нас испытывать. И нам можно работать с этим. и честно, я не думаю, что мы как люди можем сами в этом забраться. Я вижу, что Бог только может это решить. Только Бог может это спит. И знаете, мне понравилась одна цитата. Она звучит так. Мы не способны сделать Бога видимым. но мы способны сделать видимым для Бога. Мы способны дать Бога работать с нашим сердцем. Если мы не дадим, Бог не будет работать за это все. Бог дал нам свободу, чтобы мы могли выбирать, общаться с Ним или не общаться, молиться Ему или не молиться. Нам нужно работать с это. Нам нужно дать Бога работать с нашим сердце. И знаете, я в последнее время, не знаю, кто-то может с вас слышит, кто-то нет, я на самом деле очень гайфую от животных. Это просто моя жизненная эпидемия. У меня было несколько институтов. У меня уже царя собака зажил. Я очень люблю. У меня было пять попугаев, куча рыб. Про попугаев можно поговорить. Короче, ну ладно, могу вам быстро рассказать. У меня был попугай, я его очень любил. А как он был? Кеш. Его звали... Короче, волнистый, кажется. Суть не в том, каким он был, а что с ним получилось. Моя мама варила манную кашу. И он... Я знаете, утром в школу собираюсь, как бы манная каша, попугай летает, кайфует. И в какой-то момент мама говорит, каши нет, попугая тоже. Но на самом деле это сейчас пришло, когда я реально остыл, потому что он сел манную кашу и сварился. Да, это было грустно. Я думаю, что это закрывает всегда кашу. Я не ем манную кашу, я не похугаю больше. Ну, в общем, смотрю я на животных, стаифую от них. Но в последнее время я стал взрослый. Раньше я смотрел на детей, я думал, какие они странные. Сейчас смотрю на них, я не думаю, какие они милые. Это интересно, потому что родители смотрят на своих детей. Я не знаю, может у вас есть младшие братья и сестры, и увидели, как родители на них реагируют. Какие они милые, какие они просто чудесные. Я сейчас тоже не смотрю, думаю, просто милейшее создание. Бегают что-то, родители радуются, они там улыбаются, и родители уже счастливы. Давай папа и дружим. Вот, да. Но интересно, что Бог еще больше на нас смотрит. Он смотрит на нас, как на детей, которые радуются от того, что мы говорим с ним. От любого нашего разговора с ним он счастлив. Потому что Бог больше, чем эти родители. Об этом отлично сказано в Исаии 49.15.16. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». И далее мне представляется такая мать, которая души не чает своему малыше, которой малыш вообще ничего взамен не дает по сути. И там любой чир, любой поворот головы, движение глаз в планете, улыбка, мать уже счастлива. Но мы говорим просто о человеке, о человеке как матери, да. Но насколько Бог нас сильно любит. Насколько Бог хочет, чтобы мы с ним говорили. Насколько Он рад нашим словам. И Бог правда отвел нам невероятное... Только человек может выражать членораздельно свою благодарность, свои жалобы. Только homo sapiens. Никто другой так не может делать. И поэтому, насколько это уникально. Насколько мы уникальны перед Богом. Потому что Бог настолько насильно любит, что отвел нам эту роль на этой земле. И дал нам эту возможность. И Бог слушает каждое наше слово. Такой вопрос. А ведь не написали ли ты в Библии, что животные растения тоже расслабляют Бога? Согласен. Поэтому слово членораздельно. Спасибо. Я думала, что мне кто-то это скажет. Объясни, что такое членораздельно. Это, то есть, словами. Хорошо? Ну, мне кажется, словами больше никто не может сложить. Согласен? Кто попугай? Читал недавно статью, что попугай очень умный. Третий вопрос. Позвольте. Да. Я почему это все говорю? Потому что молитва дает нам возможность излить Богу наши сомнения, жалобы. То есть, рассказать ему о всем, что у нас есть на сердце. И молитва, конечно же, это дело очень личное. И я понимаю, что на самом деле нам нужно расти в этом. Как расти в общении с людьми и учиться строить с ними близкие отношения. Так и учиться строить отношения с Богом. И это не процесс, конечно же, одного дня или недели или месяца. Это процесс всей жизни. Но я уверен, что важно сейчас об этом все говорить. И у меня есть еще пять минут, чтобы вам что-то сказать очень важно. Давай, Алис. Значит, я думаю, что нам очень важно не просто оставаться в этой молитве близко и уязвимой. Но просить Бога работать через нас. И просто уделить время, чтобы проанализировать, о чем вы молитесь за последнее время. Ну, за последнюю неделю буквально. Попробуйте записать это в блокнот или телефон, да. И перечислить все, о чем вы просили Бога на этой неделе или прошлой. И подумать об этом. И теперь надо просто себе ответить честно. Если бы Бог ответил «да» на каждую вашу молитву, то изменилось бы что-то в этом мире. Да, может быть. На самом деле, я думаю, что какие-то вещи бы точно изменились. То, что вы, если даже просто банально просили бы за хороший день, за хорошую неделю, за мир. То есть точно бы что-то изменилось. Но посмотрите на это с точки зрения, а это то, с чего Бог хотел, чтобы изменилось. Или это изменило бы мир в лучшую сторону с точки зрения Бога или нет? Или это то, чего вы хотите? И я думаю, что очень важно проводить такой анализ. Потому что я в какой-то момент проводил такие анализы в своей жизни. И я думаю, что меня не очень радовы результаты этих анализов. Потому что мир не сильно бы поменялся, если бы я просто просил бы о себе. О том, что мне важно. Но задумайтесь. А Бог не работает через нас, чтобы изменить этот мир в лучшую сторону. В лучшую сторону страны Библии, Христа. И просто хочу в конце сказать, что у нас есть доступ к Твоцу, к Сидержителю Вселенной. Он альфа, омега, начало, конец. То есть это невероятная вещь. Бог невероятный. Мы просим у Него, чтобы просто картошка была вкусной? Или мы просим о том, чтобы люди крестили? О том, чтобы больше людей знало о Христе? Или о чем-то большем? Я хочу призвать нас быть смелыми в наших молитвах. Молиться о том, чтобы Бог работал через нас. И это страшно, на самом деле. Потому что мы не знаем, к чему это нас приведет. Это может привести нас просто неизвестным вещам. Может быть где-то страшно. Потому что Бог может сказать тебе нужно пойти и сейчас рассказать этому человеку о Боге. Но это переступить через себя в чем-то. Или где-то отлично от того, что ты хочешь. Или пожертвовать какой-то своей мечтой. Ради Христа или ради Бога. И год я реально не хотел, чтобы меня беспокоили какие-то вещи. Я молился и старался в этих вещах. Не могу сказать, что многие годы у меня там все было ужасно. Это конечно же хорошо, плохо. Это какие-то волны. Но когда я начал молиться такими более опасными молитвами. Когда я просил Бога вести меня и работать через меня. Я заметил, как Бог нежно и регулярно побуждает меня к чему-то большему. К своей какой-то цели. И конечно же я расстраивался, потому что мои какие-то эгоистичные планы менялись. Но моя вера крепла. Моя жизнь стала насыщенной. И мое сердце стало более наполненным. И подумайте, что бы изменилось в вашей жизни, если вы так молились. Больше рисковали в молитвах. Если бы были, были бы более открытыми. И мечтали о большем. Не просто о картошке. Хотя я иногда, знаете как, мечтаю пойти в молданас поесть. Вот. Но... Пора наверное менять что-то, если вы так молитесь. Пора мечтать о чем-то большем. Просить о чем-то большем. Чтобы Бог показал, чего Он хочет для вас. Пора просто разрешить буквально Богу потревожить вас. Дать Ему работать в вашей жизни. Вести Его путем, который Он хочет. И... Хочу тоже еще один отрюк прочитать. Это Евреям 11.6. Без веры же Богу угодить невозможно. Потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть. И что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. На самом деле, хочу призвать всех нас искать Бога. Мечтать о большем. Прекратить бояться неудач или лениться. А еще раз можно открыть, пожалуйста. Евреям 11.6. И... Быть смелым. Довериться Богу. И... Конечно же, это некий шаг в пустоту или в темную темноту. Но Бог нас держит. Бог нас оберегает. И Он благословляет тех, кто Его ищет. На самом деле, это все, что я хотел вам сегодня сказать. И это будет много летом. АПЛОДИСМЕНТЫ До новых встреч!